Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня настало время обсудить игру подробнее Мы будем куда больше спойлерить, расскажем о мультиплеере А по соседству вы найдете немало дополнительных материалов Итак, приготовьтесь ближе познакомиться с Ника Беличем Игра начинается с того самого момента, как Ника прибывает в порт Либерти Сити Прототипом которого послужил Нью-Йорк О да, вот и он! Либерти Сити! Ага Бывал тут раньше? Нет Это безумное место Ника Что ты собираешься делать? Я могу остаться на корабле А могу и слинять с него Ведь это, как говорят, земля больших возможностей Я всегда хотел жить на широкую ногу Купить дом, собаку Осуществить мечту Как мой кузы Правда? Да, у него всего до хрена Дом, женщины, машины, оттягиваются постоянно Он описывает это все в эмейлс И когда я попал в передрягу, то подумал, что может быть Потом я пошел в торговый флот, провел 7 месяцев с такими отличными пацанами, как вы И забыл про неприятность После окончания войны я не мог найти работу Никто не мог И тогда я связался с идиотами и наделал с ними глупости Мы все совершаем глупости Это и делает нас людьми Наверное Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Братишка Не верится, что ты здесь Добро пожаловать в Америку! Рад тебя видеть, мужик. Ты что, забыл родной язык? В капуси? Что-то ещё помню. Я тут 10 лет. Ты же умеешь говорить по-английски? Помнишь, как мы тех англичанок с большими сиськами? Мне ещё надо подучиться. Да ладно! Ты знаешь его лучше, чем я, сербский. Я так рад, что ты здесь, брат. Ты всё-таки приехал. Слушай, что я скажу. Дуйночка вчера была. Сразу две женщины. Земля больших возможностей, как говорится. Поднял! Чёрт, я ещё немного пьян. Немного? Приехал мой кузен! Мы завоюем весь мир! Эй, ну успокойся ты. Да? Паёвывай, кеми им в другом месте! Идите нахер! Приехал мой брат! Нико Белик! Настоящий мужик, суки! Роман, хватит! Ну поехали в твой особняк! Да, в особняк! Хочешь ты садись за руль? Бебе, бебе, я щурчу! Окей! Эй, что это, такси? А где твой спорткарк? Эй, он в магазине! Кива! Хэт, поехали! Итак, Нико прибыл в новый свет. Его мотивы пока не ясны, и мы не будем их раскрывать. Сейчас нам необходимо добраться до особняка его кузена Романа. Традиционно, сначала нам будет доступен лишь один район города, и Рокстар придумали для этого новое объяснение. Может, покажешь мне город? Никак! Из-за, ебаных террористов! Кого? Террористов! Все перепугались и теперь через мост не пускают! К тому же у тебя нет визы! Лучше остановись в броукере! Оставайся нахрен, хоу-бич! Иммигранты, типа, нас все так делают! Ника! Ты когда-нибудь имел двух женщин сразу? Это четыре сиськи одновременно! Я, блин, думал, что сдох и в рай попал! Я не могу доказать, что имел двух женщин сразу. Братец, как же мы давно не виделись! Тебе надо было приехать раньше! Только подумай, сколько девочек ты упустил! В нашей стране тоже есть женщины! Да, но только местные! А тут белые, черные, пуэрториканки, азиатки, европейские туристки, пупливые канатки, уставшие домохозяйки со Среднего Запада! Огромный выбор! Либерти Сити похож на гигантский магазин мороженого! 36 вкусов сисек! Хоу-бич — это островок Восточной Европы в Америке! Хорошо, что Хоу-бич прямо рядом с Портом! Имигранты не хотят удаляться от кораблей, на которых приплыли? Нет, тут люди на жизни жалуются! Для них здесь, видимо, что-то вроде курорта на Черном море! Они приплыли в Америку, чтобы жить в том же захолустье, из которого они убежали! Превосходно! Для нас с тобой это лишь временное пристанище! Мы целимся на самый верх! У нас будут особняки, имения! Будем жить в понтах! Рассекать на крутых тачках! Это и есть твой особняк? Нет, временное жилье! Особняк у нас будет, брат! Это моя мечта! Иди за мной! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Входи, входи! Чувствуй себя как дома! Самое, то твое! Попался! Маленький ублюдок! Если бы он платил за квартиру, мне было бы плевать! Вот дерьмо! Блин, как нехорошо получилось-то! Брат, как же я рад тебя видеть! Хе-хе-хе-хе! Чёрт! Ладно, всё равно я хотел новую кровать! Итак! 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 Просладкую жизнь ты мне набрал? Почему? Где твое роскошное имение? Где спортивные тачки? Где Барбара с огромными сиськами и Стефани, который сосёт как пылесос? О чём ты? В письмах моей матери, и мне самому я читал про господина Большую Шишку, мистера Романа, который исполнил американскую мечту! Спорткары, имения, женщины, деньги, пляжи, неограниченные возможности! Я приезжаю сюда, и единственное, что в твоей жизни большое, так это тараканы! Всё верно! У меня лучшие тараканы! У меня лучшая грязь! Да пошёл ты, идиот! Ну ладно, может я идиот, но признай, что убедительнее меня никто гнать не умеет! Это уж точно говнюк! Послушай, всё, что мне было нужно, один хороший парень! Человек, с которым я смогу провернуть пару дел! Может не захватить весь мир, но наладить жизнь! Теперь, может быть, он у меня есть! Но! Ну чего, что скажешь, брат? А что, я тут при чём? Ну ты же не просто так родину покинул! Я слышал, сначала ты связался там с какими-то нехорошими людьми, потом подался в торговый флот! Теперь ты здесь, ты никогда не рассказывал мне о своей жизни! Ты не собираешься! Что значит не собираюсь? Я не собираюсь рассказывать тебе о своей жизни! Ладно, другой раз! Человек-загадка! Моряк из неведомого края! Что такое? Залетел от капитана! Иди ты! Нет, нет, ты неправильно понял! На флоте ничего такого не было, но до этого случились две вещи. Помнишь, во время войны мы совершали зло, и много зла делали нам. На войне молодых и глупых обманывают старые искушённые, заставляя их убивать друг друга. Я был так молод и полон злобы. Но может быть это не оправдание? Роман! Роман! Ты что, уснул, что ли? Жирный хрен! Твою мать! Сколько времени? Чёрт! Надо вернуть такси, скоро начнётся смена! Господи, бишь, чтоб крысы досрали! Ника, мне нужно бежать! Встретимся в таксопарке! Сейчас объясню! Значит так, выходишь, поверни налево, потом ещё раз налево у закусочной, пройди один квартал и поверни направо на Иркуй! Потом иди, иди, и поверни налево на углу Сиско-стрит! Тебе понравится моё таксопарк! Там всегда полно девиц и мощных машин! Николай, ими меня! Хорошо, что ты здесь, брат! У меня есть кое-что для тебя! Проклятие! Блин! Блин! Да, Влад, ну прости меня! Нет, надо отрезать мой член! Ты что, ладно! Ну, ну, ну да! Хорошо! Хорошо! Никакого особняка у Романа, как выяснилось, нет. А живёт он обычной жизнью советского эмигранта. Владеет маленьким таксомоторным парком. Конечно, по сюжету главный герой — серп, однако это простая формальность. В каждой своей игре «Рокстар» посвящают внимание разным культурам. И совершенно очевидно, что в этот раз предметом исследования стали эмигранты из бывшего Советского Союза. Что за мудак, на... Игра начинается в Хоуф Бич, аналоге Брайтон Бич. Здесь можно увидеть массу русскоговорящих прохожих, различные вывески на русском языке, изведения с постсоветским душком, вроде кабаре «Перестройка», в котором собирается русская мафия. Уже на этапе знакомства с Хоуф Бич игра пленяет любого русскоговорящего игрока. Только за чтением вывесок можно провести не один час. Когда же заходишь в русский барахольный магазин, за прилавком которого стоит совершенно советская продавщица, а фоном звучит группа кино, именно в этот момент понимаешь, что «Рокстар» сделали главный в своей истории шедевр. По-моему, я до сих пор уже пьяный после вчерашней ночи. Или позавчерашней. Ты не представляешь себе, сколько здесь дерьма в магазинах. Таксомоторный парк Романа находится неподалеку от его дома. Здесь мы получим свое первое задание и познакомимся с важными персонажами игры. Знаешь, крутой парень, либо делай свою работу, либо выметайся. В нашем деле шутники не нужны. Да пошел ты! Милая, когда я смотрю в твои глаза, я чувствую смысл жизни. Я вижу маленьких Романов и маленьких Мэлори. Я вижу звезд, я вижу ангелов. У меня на родине в таких случаях говорят «Финерила». Черт, твою мать! Господи, Роман, ты же долбаный идиот. Как они могут воспринимать тебя серьезно? Трудом, я думаю. Привет, Роман. Здравствуйте, мисс. Мэлори, это мой брат Нико, о котором я тебе рассказывал. Нико, это Мэлори, красавица, о которой я говорил тебе. Видишь, не все, о чем я рассказывал, брехня. Брехнёй была всего лишь большая часть. Надеюсь, ты меньше балабол, чем твой родственник. А, этой женщине не собирает жениться. Точно, точно. Я думал, что ты хочешь выйти за меня, крошка. Эй! О, Влад, привет! Не говори так старик. Врось пару килограммов, а иначе эта прекрасная особа покинет тебя. Да, да, я толстый крич, что поделать? Заплатить долги, может быть? Я заплачу, мы об этом уже говорили. Нет, мы не говорили. Ты говорил, а потом сказал, что у твоего телефона сели батарейки. Ты обошелся со мной, как с какой-нибудь сучкой. Я обошелся с тобой, как идиотом, а не как сучкой. Видимо, и вправду, красивым девушкам нравится мужчина с нестандартным чувством юмора. Смешно-то как. Будут тебе деньги. Я знаю. Только, Роман, скажи этому крестьянину, что если он не прекратит на меня пялиться, я оторву ему голову и сниму об этом фильм и выложу в сеть. Ну, хорошо. Отлично. Да, просто супер. Знаешь, ты можешь говорить, что хочешь, но этот парень умеет общаться с дамами. Да, он само очарование. Пойдем, Ника. Милая, увидимся позже. Я должен провести своего родственника по городу, показать, что к чему. Выясняется, что Роман – типичный неудачник, проигравший в карты много денег, в том числе и своему боссу Владу, который вдобавок еще и имеет виды на его невесту Мелори. Ника, жди меня здесь, пока я подмету деньжат. Чё, чуть не забыл. Там тебе мой старый мобильник, там есть мой новый номер. Позвони, если заметишь этих албанцев. Мы что-нибудь катаемся на поганых Уиллардах. Это имя, где они в долгах. Роман дарит нам телефон, одно из главных игровых нововведений. Пока его функциональность ограничена. За Романом следят албанцы, которым он также должен денег. И он попросит Нико присмотреть за входом, пока он будет забирать деньги. Брателло, двое вошли в магазин, и мне кажется, что это как раз те, о ком ты говорил. Я играю! Тебе лучше там не засиживаться. Ладно, ладно, бегу! Нико, это они! Наверное, кто-то сказал им, что я здесь. Помни, не делай ничего плохого расставщикам. От этого лишь увеличится долг. В отличие от предыдущих игр, GTA 4 не бросает нас в гущу событий. Первое время Нико предстоит осматриваться и помогать Роману, и осваиваться на местности. В том числе заводить знакомство с прекрасным полом. Нико, выручи меня. Мэлори нужно подвезти. Можешь подобрать её у станции метро Хофф-Бич? Да. Возьми моё такси. С ней подруга будет. Может, она тебе понравится. Да пошёл ты! Садитесь, девушки. Привет, Нико. Спасибо, что приехал. Он так и знал, что Роман найдёт оправдание, чтобы не приехать. А это Мишель. Привет, как дела? Знаешь, Нико, тебе просто нужен кто-то, с кем можно хорошо провести время. Рокстар очень хорошо передали, каково это. Прибыть в незнакомую страну, в незнакомый город и пытаться в ней обустроиться. Спасибо, что подпросил, Нико. Да, спасибо. Позвони мне как-нибудь. Скоро увидимся, Мишель. Практически сразу Нико назначает Мишель свидание. Мишель не так проста, как кажется. Позже Нико сможет назначать свидание девушкам через интернет. Мишель предлагает свозить её в боулинг. Конечно, как и во всех предыдущих GTA, в четвёртой части есть различные заведения, мини-игры и прочие развлечения. Однако не стоит ожидать от неё Сан-Андреаса. Никаких парикмахерских, тренажёрных залов и прочей шелухи здесь нет. Зато есть кабаре со смешными выступлениями, комедий-клабы и шикарный стриптиз-клуб. Можно мне зайти на чашку горячего кофе? Можно. Почему бы и нет? Отлично. Надеюсь, ты это всерьез. О, Нико, ты мне так нравишься. Естественно, с прекрасным полом нужно поддерживать постоянные отношения. Нужно избирательно выбирать место свидания. Не стоит звонить подруге среди ночи и тащить её в бар, чтобы нажраться. Это, скорее всего, кончится тем, что вы пьяным врежетесь в какой-нибудь мусорный бак, а она скажет, что боится вас. Словом, оставьте бары и стрип-клубы для мужиков. Тем более, что с ними теперь нужно возиться не меньше. Поддерживать хорошие отношения необходимо. Другими словами, регулярно нажираться в каком-нибудь кабаке. Вообще, что касается пьянства, то GTA, пожалуй, из всех игр лучше всего передаёт ощущение напившегося человека. Да, в таком состоянии за руль лучше не садиться. Укрепление отношений с персонажами приносит полезные плоды и для геймплея. Друзья могут вам всячески помогать. Например, подвозить оружие к нужному месту, минировать машины и прочее. Впрочем, не то, чтобы это очень нужно геймплею. Первый персонаж, помимо романа, с которым вы заведёте дружеские отношения, Джейкоб. Классический обкуренный негр, в котором мы попадём не в одну передрягу. Именно на одной из миссий с ним в игре, наконец, появляются перестрелки. И они просто чертовски хороши. После GTA IV пропадёт охота играть во многие экшены. Игра прямо-таки возрождает некогда потерянные чувства, когда компьютерных противников интересно и приятно убивать. Звучит страшно, конечно, но от этого не менее здорово. Стрелять по компьютерным болванам надоедает лишь ближе к концу игры. Что, как нам кажется, при местных размерах сюжетной линии немалое достижение. Очень удобно сделано автоприцеливание. Нико наводит ствол на персонажа, а игроку правым стиком необходимо подводить прицел к нужной части тела. Так можно выстрелить противнику в ногу или руку. Реализована в игре и система укрытий из слепого огня на манер Gears of War, а также разрушаемое окружение. Единственное, что в GTA осталось неизменным, нулевой интеллект противника. Стрелять всю игру придётся по простым мишеням. Впрочем, не всегда. Сюжет игры шагнул далеко вперёд по эмоциональности, и зачастую, но курок нажать уже не так легко. В первое время Нико активно помогает Роману и проходит различные туториалы. Сначала получает телефон, потом защищает его от вымогателей. Здесь игрок узнаёт азы боевой системы. В GTA теперь есть полноценные драки. Ну а потом доходит очередь и до перестрела. Вскоре Нико начинает работать на Влада, который находится на побегушках у русской мапи. Впрочем, они явно друг друга недолюбливают. Что на тебе надето? Нет, в смысле, подле эти. Отлично. Слушай, я тебе перезвоню, ладно? Прости. Кто это был? Не твоё дело. Может быть, Иван? О, как смешно. Слышь, а для тупого крестьянина ты смешной малый. Что ж, а ты для назойливого ху... И вправду назойливый ху... Тогда как же это грустно, что я человек с могущественными друзьями, а ты мелкий выскочка, единственный друг которого жирный апостол, что будет грабаный доктор. Скорее, отношения с Владом и вовсе обостряются. Небольшая сцена с ним в начале игры постепенно перерастает в проблему. Да. Нет. По-моему, она мне изменяет с Владом. Я видел его машину возле её дома недавно. Ну да. Ты знал? И что мне надо было сказать? Ты знал, что моя женщина трахается с ним, и ты ничего не сделал? Ничего не сказал? Я не знал. Ты ублюдок, Ника Белик! Ты можешь позволять какому-то русскому говнюку трахать твою женщину, но не я. Вот ты позволял! Я не знал, что тебя снять серьёзно! Естественно, Нико решает разобраться с ситуацией по-своему, а скорее по-русски. Дали выпить. Короче... Я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если из картошки? Эй, Влад, дорогой! Я хочу поговорить с тобой. Что ты здесь делаешь? Я тебя приглашал, дорогой? Я говорил тебе не приставать к маме. Шопар! Роман недоволен. Фу, Роман недоволен, говоришь. Ты считаешь, что меня это еб***ь, писяня? О, вот и он. Эй, жертвец, мне так жаль, что ты недоволен. Эй, Влад, не могли бы мы обсудить это? Держись подальше от Мелори. Да что ли, у меня слуховые галлюцинации. Могу поклясться, что только что слышал вот этот жалкий деревенщин и указывает мне, что делать. А вы слышали, ребята? Да. Вы проводите их отсюда. Иди на улицу, Роман! Все окончено, он убегает, мы его больше не увидим. Он еще вернется. Единственное, что удержит ему, это полтора метра теплее. Забудь о Мелори! За их планы меняются, потому что когда Влад бросит ее? А чем ты б***ь говоришь? Ты думаешь, Влад оставит нас в покое после этой погони? Я должен покончить с этим, здесь и сейчас. Б***ь, мне это совсем не нравится! Б***ь, б***ь! Пригни голову, сейчас я с этим покой. Стой! Б***ь! Черт! Фак, креодин, христианин! Ты считаешь, что можешь просто убить меня и умыть руки? Это мы скоро уясним. Ты считаешь, что она того стоит? Вы с браком выбрасываете свои жизни на помойку за этот кусок поэртариканского мяса! Я выбрасываю твою жизнь на помойку, козел! С нами все будет нормально! Мои друзья вычислят вас! Вы не протянете долго! Вы сочи дольше, чем ты, ковни! Я посмотрю, как Михаил отрежет твои деревенские яйца! Да, Влад был слишком самоуверен. Теперь придется от него избавиться. В GTA IV впервые появляются казни. Игрок способен выбирать, насколько эффектно нерадивый отправится на тот свет. И вы будете расставлены! Хофбич — маленький район, мои друзья найдут тебя! Это ты совершил глупость, Влад. Никто не имеет права унижать мою родину. Но, естественно, не все так просто. Я тут говорил тебе, не психовать, идиот! Я не успокоен. Он хотел убить нас и имел твою женщину. Что я должен был сделать? Массаж? Черт! Черт! Влад был мелкой сошкой и работал на более крупного криминального авторитета — Михаила. И теперь нам придется иметь дело с ним. За некоторыми сценами в GTA IV наблюдать одно удовольствие. Подчас авторы дают чистого Тарантино. У него кто он такой? Кто же он? Он его родственник. Ты хотел резать его у меня дома. Устроил весь этот шум, чтобы узнать, что он его родственник. Тише, Роман. Заткнись! Роман, молчи! Заткни его! Да что я могу сделать? Роман, заткнись! Черт! Михаил! И ты заткнись! Перестань стрелять по людям! Ты, маньяк! А ей жене не нравится, когда люди орут! Нельзя! Успокой своего родственничка! Или я лично наделаю в нем дыр, чтобы его кишки вывалились на пол! Успокой его! Послушай, мы позаботимся о твоем брате, но сначала ты должен достать полицейскую машину. Позвони, когда достанешь. Роман! Роман! Иди! Иди, я позабочусь о нем! Позволь! Итак, вместо того, чтобы погибнуть, Нико начинает работать на Михаила и его друга и адвоката Дмитрия. Тут авторы дают прям-таки мафию. Михаил не разрешает мне пользоваться этим самоваром. Он говорит, что это варварская утварь. Для невежд, для иммигрантов. Я? Я знаю, о чем ты думаешь. Странно это слышать от него. В какой-то момент хочется прокричать «Верю» и начать сопереживать разворачивающиеся драме. Привет, Лена! Привет, Ма! Позволь! Что это? Я тебя прошу, а ты меня игнорируешь? Безмозглая шлюха! Михаил получился одним из самых интересных персонажей игры. Некогда успешный бандит-эмигрант отстроил огромную империю, сел на наркотики и разрушает себя и всю свою, казалось, сложившуюся жизнь. В жопу деньги! Михаил, пожалуйста, успокойся. У нас и так проблемы. Я не знаю, смогу ли уладить дела с Петровичем. Нахуй его и нахуй, ребята! Ты мне кто, папочка? Убирайся из моего дома, нахуй! Михаил! Вали! Вы уже, наверное, заметили, что у двух давних друзей не всё гладко в отношениях. В какой-то момент Дмитрий просит Нико не о самом приятном одолжении. Что случилось? Ты сам-то как думаешь? Михаил? Господин Фауст? Ага. У меня есть выбор. Убить своего лучшего друга или умереть самому. Что бы ты сделал? Неужели нет другого выхода? Уже нет. После того, как ты завалил сына Петровича, другого выхода не останется. У тебя ведь нет семьи. Ты можешь слинять. Куда бы я ни поехал, при желании они найдут меня. А за сына Петровича можно отплатить только кроме. Но ведь ты знаешь Михаила уже столько лет. Это правда. Я убил пацана. Они придут и по мою душу. Нет. Я сказал им, что ты был только испанцем. Их интересует только тот, кто хотел убить мальчика, а тебя... тебя пощадили. Вот, значит, как. Да, именно так. Скоро Михаил выйдет из дома и направится в... Сделать то, что должен сделать. Знаешь, чему я научился? Мы должны всегда играть по правилам. Мы можем выбирать для себя игру, Ника Белич. Но потом придется соблюдать ее правила. Нико решает послушать Дмитрия и убивает Михаила. Вскоре он выясняет, что Дмитрий просто подставил его. Ника Белич, правильно? Привет, Ника. Убери его! За братьями Беличами начинается охота. Роман, ты где? Вниз! Я застрял! Выпусти меня! Черт, мужик! Что ты там делал? Я испугался. Кто-то названивал мне домой и вешал трубку. Кто-то, почему ты не отвечал на мои звонки? У нас большая проблема. Дмитрий не сдержал слова. Он же сдох. Более или менее. Не может быть. Ее, б***ь, я, господи, она горит! Моя квартира! Я должен туда попасть, я должен забрать твое стол! Перестань, брат, там уже ничего не осталось. Они зажгли ее! Они, б***ь, зажгли ее, Ника! Они лишили меня всего! Ни дома, ни бизнеса, ни чего! Мне жаль, Роман. Мне действительно жаль, но нам надо ехать! Роман и Нико покидают родной район. Такова, несомненно, прекрасная завязка GTA IV. К сожалению, как и во всех предыдущих играх серии, вместе с завязкой заканчивается и сюжет. Положив вроде бы серьезное начало, показав глубину рассуждений Нико и интересных персонажей, авторы мгновенно забывают обо всем этом. Занимательный сюжет вновь уступает место огромному сценарию, представляющему собой набор смешных диалогов, слабо склеенных идейно. Большую часть времени игрокам предстоит провести в компании непонятных персонажей непонятно зачем и непонятно почему. Обкуренные негры, пьяные ирландцы, бодибилдер, стремящийся к импотенции, продажный полицейский, не признающийся в этом самому себе, гоп-гангстерша на коксе. Все они, безусловно, яркие и выдающиеся личности, которые совершенно не нужны сюжету. Впрочем, наблюдать за их отношениями весьма весело. Слушай, я совершил ошибку, не надо делать, что у меня черта рогатого. Это мой город! Улицы пленных не берут, мы все знаем это, детям нужна надежда! Да! Я готов к Нико! Я готов ебал с чем угодно! Пойди, не входи, пока не установишь чип в мозгу или что-нибудь такое. О том, что у игры должен быть сюжет, авторы традиционно вспоминают лишь в конце. Тут встречаются действительно мощные моменты и сцены. Однако к этому времени всякое желание сопереживать герою уже пропадает. Хочется лишь прокричать «не верю». Безусловно, рассказанная в GTA 4 история наголову выше того, что делали братья Хаузеры раньше. Однако она имела намного больший потенциал. GTA осталась большим гамбургером для широких масс, хотя могла перейти несколько в другую лигу. Впрочем, подобные мелочи нисколько не могут испортить впечатление об игре. А она идеальна практически во всех аспектах. «Рокстары» сделали один из лучших экшенов, одну из лучших гонок и огромный, незабываемый живой город. Иногда в нем хочется утонуть, просто разъезжая по окрестностям и рассматривая окружение. «Либерти Сити» настолько впечатляет, что первое время невольно хочется вести себя порядочно и даже останавливаться на красный свет. Ходить, наблюдать за жителями, слушать их разговоры по телефону. «Меня приняли за французу, ты себе вообще такое можешь представить?» Здесь работают больницы, в доках копошатся грузчики, а на улицах можно встретить дворников. Возможно, «Либерти Сити» получился даже слишком большой для данной игры. Большая часть территорий вообще не используется в миссиях. Видимо, эксклюзивные эпизоды для Xbox 360 будут все-таки весомым дополнением к истории Ника Белича. GTA 4 делает прорыв практически во всех аспектах. После здешних перестрелок на многие экшены не хочется смотреть. Все они выглядят картонно и бездарно. После атмосферных поездок на автомобиле уже с трудом заставляешь себя сесть за Burnout или Need for Speed. Да, в GTA 4 вы не сможете прыгнуть с парашютом, полетать на самолете и сходить в спортзал, чтобы сбросить пару килограммов. Но все это абсолютно не нужно этой игре. Ну и отдельного рассказа заслуживают миссии. Довольно большой их процент прочно врезается в память. Если в предыдущих GTA авторы нередко цитировали известные фильмы, то в GTA 4 практически везде нашлось место креативу. Появились миссии и ситуации в стиле Хитмана. Например, в одной Нику нужно устранить некоего человека, но тот никак не подходит к окну, уткнувшись в телевизор. Однако в снайперский прицел виден его номер телефона. Можно позвонить ему, и тогда он поднимется с кресла и станет идеальной мишенью. Вообще телефон играет очень важную роль в игре. Первая модель, выданная Романом, очень скоро сменится на новую, со встроенной камерой. И это необходимо будет использовать на задании. Например, вам нужно будет сфотографировать группу людей и отослать фото заказчику, чтобы тот указал, кого именно из них стоит пустить в расход. Вообще многие признаки современного человеческого общества нашли воплощение в игре. Полицейские машины оборудованы бортовыми компьютерами, в которые можно залезть и поискать информацию на определенных лиц, посмотреть, какие преступления сейчас происходят в округе. Вообще полицейские миссии, единственные, которые остались в игре, из разряда автоматически генерируемы. На скорой, пожарной и прочих общественных началах теперь не подзаработать. Впрочем, мы не против. После череды кровавых убийств подрабатывать, например, мусорщиком было бы странно. Есть в игре и виртуальный интернет. Причем очень большой. С массой новостных сайтов, представительств разных фирм, сайтами знакомств, электронной почтой, спамом и прочими атрибутами. Причем многое действительно работает. На сайте знакомств можно действительно завести знакомство и так далее. С интернетом же связаны одни из самых интересных миссий в игре. В одной вам, например, нужно будет найти объявление о продаже машины, позвонить хозяйке, договориться о тест-драйве и похитить ее. Поездка в кабриолете с брыкающейся блондинкой – один из самых ярких моментов. Ты не стой связался, козел! Я Грейси Энцелати, и я! Но главное новшество в миссиях, да и в сюжете игры – делать выбор. Зачастую выбор предстоит нелегкий. Двое братьев могут заказать вам друг друга, причем с обоими у Ника есть некие отношения. А ближе к концу игры ваши действия определят один из возможных финалов. Это действительно важное дополнение в GTA-формулу. Если бы в игре было еще побольше сюжета... Говоря о GTA, нельзя не затронуть тему транспорта. В четвертой части с ним произошло важное изменение. Практически все машины, мотоциклы и катера списаны с реальных прототипов. То есть, если раньше они отдаленно напоминали известные образцы, то теперь не отдаленно, а очень даже напоминают их. Это, наряду с новой физикой автомобилей, добавило реалистичности игре. Из авиации есть только вертолеты, в том числе один боевой. Ну и одно из главных нововведений — это мультиплеер. И здесь он чертовски хорош. 16 режимов игры. Помимо традиционных Deathmatch, Team Deathmatch, в которые интересно играть просто потому, что это GTA, здесь есть и несколько оригинальных. Например, Cops and Crooks, где игроки делятся на команды полицейских и бандитов, и одни пытаются задержать других. Причем бандиты отражаются у полицейских на радаре, а полицейские у бандитов — нет. Варианты сценариев могут быть разными. До последнего бойца в отряде. Или у бандитов может быть босс, которого нужно остановить от бегства из города. Еще интересно — Turf War — битва за районы города. Это в целом традиционный захват точек, но в концепции GTA от него получаешь совершенно новые впечатления. Есть, разумеется, и гонки. На всех видах транспорта. На машинах, вертолетах и катерах. В целом, очень и очень весело. Главное же, что в мультиплеере внутриигровой телефон работает, и можно даже позвонить по нему игроку из другой команды. Люди с богатой фантазией получили в свои руки отличный инструмент для шуток и поднятия настроения. Нет ничего прекраснее, чем, будучи бандитом, раскатывающим на Феррари, позвонить кому-нибудь из полицейской машины и посмеяться над бессильностью их транспорта в погоне за спорткаром. В целом, мультиплеер GTA IV действительно хорош. Он мог бы быть лучше, не все режимы и карты продуманы до конца и сбалансированы. Однако это намного лучше, чем любительские моды. Саундтрек в этот раз получился монструозным. На сегодняшний день это самый большой саундтрек в истории. 214 песен разместились на 18 радиостанциях. По признаниям авторов, они не хотели просто включать известные композиции в игру. Они хотели включить ту музыку, которой сегодня живет Нью-Йорк. Рокстар связались более чем с двумя тысячами человек, чтобы заключить соответствующие контракты. Им даже пришлось нанять частного детектива, чтобы найти одного из участников группы Scott Brothers и лицензировать песню Walk the Night. Оборотной стороной всего этого дела стал недостаток культовых композиций, которые наполняли радиоэфир в прошлых играх. Однако одна радиостанция совершенно точно понравится большинству отечественных игроков. Владивосток FM, на котором диджеем выступает Руслана Лужичко. Если не задумываться над тем, почему в игре про серба в Нью-Йорке играет русское радио, диджеем которого выступает украинская поп-певица, то в остальном оно великолепно. Многие группы, которые бы мы никогда не стали слушать в жизни, отлично подходят для игры в GTA. Русский гангстер-рэпер Серега настолько понравился Rockstar, что они попросили его записать для игры эксклюзивный трек. Самое же удивительное, Владивосток FM стал практически самой популярной радиостанцией у западных игроков. Ну и по-прежнему в GTA полно потрясающих фейковых реклам, различных шоу и продуктов. Вы хотели капитализм? Вы получили капитализм? Наслаждайтесь! На волнах Владивосток FM реклама! К фейковой радиорекламе добавился и виртуальный телевизор. Несколько каналов с потрясающими пародиями на популярные шоу, реклама, репортажи со спортивных соревнований – все это просто потрясающе. Как и вся игра. Впереди полчаса глазения на имущество богачей и мысли «На их месте должна была быть я! Почему я пустое место, а они? Может быть не застрелиться во время рекламы?» А все потому, что вы не один из героев передачи «Я богат». GTA 4 – это все еще гамбургер. Но на этот раз просто-таки чертовски хороший. Несмотря на некоторые недостатки, эту игру невозможно оценить меньше, чем на 10. Это действительно новая планка для игровой индустрии, и многие проекты просто не дотянутся до ее уровня. В будущем, мы надеемся, авторы все-таки вынесут франчайз за пределы Америки. Ибо второй раз кататься по Либерти Сити было интересно, а вот в третий, вероятно, будет уже не так. На этом все. Рядом вас ждут еще несколько интересных материалов АГТА-4. КОНЧАРИТ! КОНЧАРИТ! КОНЧАРИТ!